Жители округа отметили светлый праздник – День Семьи, Любви и Верности. Православная Церковь отмечает его как День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Они считаются покровителями семейного благополучия, искренней любви и взаимного уважения. В субботу в 11 часов в поселке Искатели возле памятника святым супругам верующие горожане вместе с духовенством Наринмарского Богоявленского храма совершили молебен. Памятник святым Петру и Февронии был установлен в поселке Искатели в ноябре прошлого года. И сегодня, в День Семьи, Любви и Верности, верующие собрались здесь, чтобы совершить молебен. Горожане просят об укреплении их семьи и верности и умножения любви. Супруги Петра и Феврония Муромские жили в 13 веке и угодили Богу беспорочной праведной жизнью. За добродетели, целомодрии и любви Бог прославил их как покровителей семьи, любви и верности. Петр и Феврония служат примером верности, взаимопонимания и чистой любви. И этот праздник, вот его учреждение, установление, это путь к укреплению нашей семьи. И я уверен, что если каждый человек православный, и даже светский, считающий себя крещённым, то есть как бы а-ля православным, да, почитая житие святых Петра и Февронии и займётся своей семьей, будет просить святых благоверных Петра и Февронии о помощи в их семье, то помощь в его жизни, в жизни его семьи, Божья помощь, будет обильнее, чем раньше. Семья станет крепче. В этот день помолиться к памятнику святых благоверных князей Петру и Февронии Муромских могли прийти всежелающие. Многие взяли с собой детей. Вместе с духовенством Наринмарского Богоявленского храма горожане благодарили Бога за семью, родителей, дарованных детей и просили о благополучии, любви и мире. Шли в этот день к памятнику святым супругам Петру и Февронии и молодые семьи. Мамы с детьми, супружеские пары и молодожёны. Все спешили попросить у святых благоверных о чём-то своём, таинственном и главном. Вы сегодня расписались. Почему вы выбрали эту дату? У нас просто выпало. Случайно? Да, случайно. Случайно выпало так? Очень счастливы. Ну, желаем вам крепкой семейной жизни. Спасибо. Чтобы любили друг друга, поддерживали. Спасибо огромное. Хорошая дата у вас. Спасибо. Семья – это прежде всего. Семья – это оплот всех наших надежды и любви всем. Если семья крепкая, то, значит, и государство будет крепкое. Соответственно, радость несущая людям. Очень хороший праздник. После молебны верующие совершили крестный ход до ближайшей часовни, где церковный служитель окропил их святой водой. Хочется пожелать, чтобы, несмотря на кажущееся отсутствие любви, люди не бросали с бухты барахты, да, вот по первому впечатлению друг друга, не разводились, а продолжали созидать быт, состоящий из мелочей. Были друг с другом в серьезном и в малом, в большом, да, и в чем-то скромном. И, конечно, умели терпеть. Если в семьях будет терпение и мудрость, пусть даже при притуплении чувств, это будут хорошие семьи. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.